Сегодня у нас 13 сентября 2018 года. Володя Чебарничает в пищи. Здесь подпирается, чтобы уголь не выпал. Я тебя все время вылавливаю здесь. В этом помещении ты один. И еще шторкой закрываешься. Мне это не нравится. А для тебя это никакой роли не играет, что не нравится. Смотри, когда подметали в последний раз этот мутно? Несколько дней назад. А я говорил каждый день, чтобы подметали. Туда не ходите. Вот здесь развиваться. Пастель сказал подготовить. Три дня назад сказал. У нас приезжают гости. У нас сказал, приезжают гости. Батюшка приходил, говорил, что приезжает, может быть, целый автобус на престольный праздник. А я сегодня уберу все. Надо сначала, что здесь лежит, который пустой, везде все протереть влажной тряпочкой. Чуть-чуть влажной. Пыль собрать. Все подготовить вверху и внизу. Вы не подготовили. Еще нет пока? Нет. Ну, как это можно, нет? Непонятно. Вот я сегодня пол два раза подмел уже. Я первый раз слышу, что вы говорили. Но еще бы. Еще бы. Это такое дело сложное. Честно говоря. Так. Я тру морковку. На. Положи свой аппарат. Ничего нет пока. Нет. Если только в комментариях к роликам посмотрю. Не пишет. А так мне ничего никто не написал. Комментарий к роликам это и есть письма. Вот, допустим, мне пришло сегодня отрицательный 65. Положительных три. А о чем говорить? И при том разницы никакой нет. Такой ролик. О чем? Разницы нет. Заряженные люди платят там роботы или кто заходит. Вот я каждое утро стараюсь стереть морковку. Это у нее только вот половина сверху. Вот такой толщины. Ты ее замочил в бедро. И она там стояла сутки вторые. И сейчас она резиновая. Вкуса ей нету. Зачем? Не знаю. Володя был рядом. Тоже ничего не сказал. Я ее не замочил. А чтоб помыть то положил. Да не помыть то толкнул ее туда. И она в воде лежит. Квасится. В воде день. Второй. Она питалась этой грязной водой. Я тебя спрашиваю. Ты уедешь отсюда. Будешь? Перец? Нет. У меня еще никого не было рядом. Чтобы каждый день ежедневно тер морковку. А это каротин. Особенно человеку, у которого много в интернете или смотрят. Мы готовились когда поехать. В миссионерскую поездку-то. Я стал смотреть. Норма. Сколько требуется картошки. Сколько морковки. Пошел на веса взвесил. Посчитал маршрут. Математика. Где будут какие задержки. Примерно на столько-то. Какой вес? Теперь мы его оставляем. Теперь там каждую неделю мы заново возвращаемся. Книги берем. Туда контейнер отправили с книгами. Четыре с половиной тонны. Тонны моих книг. Библии. Бесплатно раздавать. 600 городов посетили. До Лиссабона от Владивостока. Работа. Да, работа. Уж как Бог примет. И везде выступления. И вот мы останавливаемся. Другого. В 10. А уже в сентябре. В 10 часов. Это. Уже темно. И несмотря на это. Я достаю морковку. Тру ее. Ну ножом. Вот морковка. И вот так вот. Ножом. Вот так вот. И все. Ее не надо мыть. Она чистая-чистая делается. И начинаю тереть. Повторяю. Ночь. Звезды. Было время. Даже снег уже выпал. Так поздно возвращались из поездки. Я все равно. Почему? Я им даю морковку. Виктор. А шоферы. Когда мы ездили пятером. Даже было. Только шоферы и сиди. И остальные морковки. Вот так вот. Отрезал. Ешьте. У вас зубы есть. У тебя. Зубы были. Там были еще-то. Десна. Ты тоже мог бы. Утром с такими тереть. Но ее надо. Съедать. За 5 минут. Вот. Как наточил. Не больше 5 минут. Чтобы она стояла. Вот. Я в это поверил. Только про морковку это говорить. А остальное там ты. Огурцы можешь натереть. И через час повесить. Я вот прихожу. Начинаю тереть. Ты ходишь. Опять мне четко ясно. Почему ты сам для себя не хочешь натереть морковки. Я про нее забываю, Игнать Тихо. Сейчас запишешь. Притом уедешь. Точно так же морковку ешь. Вот я тру. И вот смотрю. Быстро-быстро пролетела птица. И он туда влез. А теперь оттуда она вывернула. Полетела. Я делал вывод. Что она это не на юг летит. Так быстро летит. Так крылья машет. Какой? Видите? Ты его знать не знаешь. Вот он разворачивается. Вон над лесом поднялся. Вот отсюда метров триста. Она совсем как ласочка маленькая. Ты же этого не скажешь или не сделаешь. Вот вчера только я выкопал. Не считая на каком огороде. Шестьсот лунок. Шестьсот. Вот сегодня я ночь почти не спал. Вот. У меня рука решилась покоя. Почему? Длинная ручка, топор. Сколько я вчера нарубил? Ты сейчас пойдешь. Стучки обрубить. Ствол самые. Вытаскивать к дороге. Потом мы мне решку ввезем. Вот я предупредил себя. Отможи. Потащил. На самой мелкой. Дальше что? Узывная щетка. Узывная щетка. Я ее в косом направлении. Вот по ней. Потом туда. Подойди рядом. Трудно тебе подойти. Показать как? Так я показываю, Игнати. Да ты не показываешь. Это с той стороны надо завести и показать. С той стороны? Неинтересный ты человек, Виталий. С той стороны. Даже готовый. Тебя надо пинать и пинать все время. Вот отсюда я показываю. Вот она. На косую. Теперь так. Но она проваливается туда. Теперь главное это убрал. И вот она где. Она туда ее провалила. Теперь я вот так ее сгоняю в уголок. И сюда. Да. А теперь чтобы в ней еще не было. Вот так. Самое хорошо, чем прощищается после морковки. Притом это сразу надо делать. Смотри. Одной морковки сколько? Много. Теперь. Вот чем хорошо щищается. Один с этим огурцом. Вот так вот. Жестик. По диагонали пошел. Теперь опять прямо. По диагонали. А вот теперь пошли там вот эти вот семечки. Они не дадут дальше чистить. Они заберутся. Я ее поворачиваю. Да потом. С другой стороны. Вот еще. Нужные семечки. Очень неудобно. Вот они пошли. Ладно. Постараюсь их как-то. Вот все. Я огурец этот спрячу. Чтобы мне его хватило на следующий раз. Так. Даже эта не знает как сделать. Самая мелкая. Тут она видишь крупная есть. Более крупная. Это вообще. Четыре размера разных. Так. Теперь снова так же вот. Ощущаю. Выкидываю. А теперь об ладонь. Вот уже почти все вылетело. Семечки надо убрать. Они пойдут попадать. Все. Делать надо быстро. Я говорю. Это мне и Володе. Ну и ты приспособился тут. Володя тебе дает. Я бы тебе не дал. Чтобы ты научился тереть. Володя он любит тебя. Все. Абсолютно чисто. Теперь что? Теперь я начинаю первое дегустировать и есть. Но попутно тебе хочу сказать. Одно важное дело. Важное. Ты не можешь распорядиться своим желудком. То есть. Тело тебе твое не подчиняется. Голова не работает. Все. Забываешь. Есть. Ты здесь капризник. С тобой ни одна настоящая хозяйка не уживется. Там где-то маленько подгорело. Щипишь. Сидишь. Это не буду. Так. Все это. Выборочно. Что нравится. А ты рассуждай умом. Ты не скотина. А вот это полезно. В этом есть витамин. Да. Это репей. Но из него шесть блюд японцы делают. А мы так ни одного не могли сделать. Весной я делаю зелень. Набираю в удобную квартиру. Зелень только поднимается. Одуванчики. Дальше. Вот это от репья лопух. Одиннадцать-двенадцать компонентов. Мелко режу. Потом толку. А потом это называется зелень. Подают. Там листья капусты. Свеклы. Чеснок. Лук. Мелко нарезанный. Я все время этим занимаюсь. Как только не хватает. Галина Александровна загуляет. Говорит. Нету. Иду делаю. Иду. Со мной ребятишки приспособились сходить. Теперь. Человек поел. Поел. Ну. Потом ты на двор надо сходить. Вот забывай где-то. Красавицу. Свороженое. Купил. Ухаживаешь. Все превратился в вонющее и ненужное. Хоть она принцесса будет. Хоть царская дочь. Но когда. Вопрос стоит. Когда. Как это тут. Подскажут. Как. У тебя что. Среди дня. Вдруг пошел. Где. В туалет. Я тебя догоняю туда. Поехал к батюшке. А ты идешь на работу. Обернулся. Нету. Приехал. Нету. А где. А я в туалете был. Среди дня. По тяжелому. В туалете. Этого нигде не разрешается. Нигде. Вот тебя арестовали. Ну КПЗ. Камера предварительного заключения. Ты там сидишь. Утром. Выводят. На оправку. Один раз. Ну. Самой. Больше тебе минуты. Или полторы. Больше тебе никто не даст. А я не хотел. Твое дело. А я днем скажу. Днем не сходишь. Там тебя выводить не будут. Там парашу нет. И утопят. Захлебнешься в дерьме своем. Все. В один день. Один день. В штаны наложи. Это твое право. Но вонять не будешь. Тебе эти штаны с твоим говном в рот забьют. Я видел это. А я пришел. Я туда готовый. Почему? Я все время слушал. У баптистов отделенные. Инициативники называли. Совет церквей. Оттуда приходили из тюрьмы. Я не рассказывал. Я не рассказывал. Вот эти вот. Разрезы. Разные. Костюмы. Зашил братья. Потому что придется ложиться. У вас здесь будут раздвигаться. Позвоночник простуете. Почки простуете. Там останетесь. Я убойка считаю. Николай Евградович. Ложиться только на живот. Почему? На бетоне. Это котел. Тут переваривается. Кровообращение. На животе не простынешь. Если на спину лег. Все пропал. Это последняя лежка медвежья. Я это все учел. Сразу пришел домой. Скорее зашил. Почему? Могут ночью арестовать меня. Ты бы зашил. Услышал. Да. Чего ты стоять? Вчера я говорю. Днем не ходи. А я не хотел. Женщины здесь никаких. Пошел. Да идет еще. Так. Повешай туалет на спину. И ходи с ним. Да разве это можно? Ты в город вышел. 25 рублей в Москве плати. А я дома не хотел. А я даже в городе когда хожу. С тобой беру такая баночка. Я не знаю из-под чего она такая. Вот такая вот размером. И вот такая длинная. Ну она поменьше размера. Раза в два. Она у меня в сумочке стоит. Я в любом месте. За любым кустом отошел. Вы что тут делаете? Ничего не делаю. Баночку пописал. Мне медицинера никто не заругает. Почему? Я не могу. Потому что моча чаще человек ходит. Эта птица постоянно освобождается. И у нее мозга нет в костях, чтобы быть легкой. Она постоянно освобождается. Ты этого не делаешь. А я не могу. Глупишь. Говорят. Разные пояса. Вот с одного с севера на юг приехал. Я не мог акклиматизироваться. Я в это абсолютно не верю. Я вылетаю отсюда. Поездом доехал до Москвы. Четыре часа. Разница. Нормально. Утром опять в 4.40 встал. Ни будильника, ничего нету. Дальше. Летим в Швецию. Дальше из Швеции в Америку. Двенадцать часов разница. Утром в 4.40 я встал без будильника. В 4.40. Как будто я никуда не ездил. И в туалет так же сходил. А если не было, то не сходил. Все, дотерплю до следующего дня. Все. Ритм не избивать. Не избивать. Пойдешь ты на это. Ты даже удивился. И будешь ты со своей жопе ума не дашь. Желудку дашь. Ничего этого не будет. Да говорят, Игнат Тихонович. Не надо говорить. Я тебе говорю, выше этого нет ничего. Это проверка жизни. У меня 80 лет уже, считай. Без 8 месяцев. Говорят. Я говорю, перепад в 12 часов. И разности никакой нету. Я маленько сегодня задерживаюсь этим. Показать тебе. Виталий, кончай эту игру с жизнью. Ты никому не нужен. Все время рот раскрытый. Зубы торчатые. Это глухие раздевают рот. Это понятно. Вот показывает кино Апокалипсис. Когда там старик с арцитом ртом. Потому что поступает звук. И здесь он лучше слышит. Но этого не надо делать. А сколько раз? Почему ты рот раздеваешь? Понимаешь. Ничего ты не можешь дать. Такое, что господство. Тебе самый один человек. И тот убежал. Нету. Я тебе говорю. Ты сейчас с кем-то разговаривать будешь? И скажите. В 20 лет. В 20 лет. Скажите. Сколько у вас людей было в подчинении? Как? Ну так, что ты кончил учебное заведение. Мне Бог позволил окончить. Я его окончил. В 19 лет я уже на работе. Прорабом в МВД. Строго режимный лагерь. Чуть не так тебе топор на шею повесят. В какое время ходить? У меня уже было 250 человек. И каждому дай хотя бы 102 процента. Тогда один отсидел за два считается. А 121. Один день отбыл за три дня запишет. А он не сделал. Я ему должен дать работу. Следить за ним. Гонять. А там бывшие летчики сидят. И кого только нету. А я желторотый юнец. 20 лет. Я ничего не знаю. Я стараюсь прислушиваться. Узнавать. Записывать. И я вышел живой. Оттуда в армию призываю. Да у вас никого нету. И рот раскрываете. И говорит. Опыта. Никакого. У меня 6 объектов. Котельная. Начальник приходит и говорит. Вот это вот заброшенное здание. Можно сделать из него кинотеатр? Кинотеатр? 20-летнему. Я хожу. Смотрю. Интернета нету. Советую где-то. Даю ему проект. Вот сделать нужно так. Вот это. То-то. А что там было? Там что-то было когда-то. Не поймешь. Но все задымлено. Видно. Пацанята там жгли. Что-то. Все. Здание такое. Нужно сделать что-то с возвышением было. Как в кинотеатре. И поэтому. Когда Александра Третьего спросили. Говорит. А почему вы не слушаете советников? А зачем слушать? Они меньше меня знают. Мне очень нравится ответ. Чтобы так сказать. Он должен был много знать. Я вот говорю. Все знать не может. У меня советников очень много. Отовсюду. Бывает женщина подойдет какая-то. Сказала. Я сразу слово это беру на заметку. Я стараюсь вам опыт передать. А вы о себе говорите. Есть что рассказать. Я смотрю как отчужденно. И кроме благодарности ничего нет. Так Бог сделал. Вот она железная дорога идет от нас. Подойди сюда. Глянем в окно. За два километра. Примерно. Где-то. На всех планах не видно ее? Видно. Идет состав с вагонами. Видно. Видно. И вот на картах которые здесь сделали. Что эта дорога идет по деревне. И вот этот велосипед он стоит. Он уже на той стороне железной дороги. Так это не правда. Да. Неправда. А что правильно было. Заплатите 150 тысяч. Мы сделаем другой проект. Они же сделали. Ну там сидят где-то. Жулявия. Путин знает об этом или нет? Вот потеряевка. Что они с землями здесь делают. Как изгаляется сейчас на навозной куче у меня там. Строение. Строение там как говорится. Курятники. Так воспоминания какие. Им не нужен? Нет конечно. Я не занял ни квадрата. Потому что это место занято помойкой. Занято на груди или от коров навоз. Там никогда ничего не было за 200 лет. И не будет. Сломать. Я должен стоять. Молиться. Будешь ли ты за это? Нет. Будешь бороться там за жену, за сына? Нет. А как? А не знаешь. Смирением. Вот ты сейчас что? Да. Сегодня четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Если приедет Сергей или с кем-то. Можешь уехать. Но ты должен подумать. Уедешь. Что дальше будет? На твоей душу кто-то будет работать? Или вот эта вот визгатня бесовщина вокруг тебя будет только? Ну а Виталий молодец. Беги скорее оттуда. Беги. В любое время ты можешь тогда оправляться. А не утром. Виталий беги. Будешь жрать что хочешь. Беги. Они дать еще не могут. Это бессинята смеются над тобой. А ты бы сказал нет. Сергей что-то обещал. Работа. Может действительно будет. А нет. Я на работу устроюсь. Картошку копал. Картошкой ты обеспечен. Прокормить я тебя прокормлю. Мне делать там еще в городе. Ты мне там не нужен. Но тебе это очень полезно. И те которые отсюда ушли в бездну канули. Ничего нету. Нету. Мы наблюдаем за людьми которые ушли из общины. У них ничего нету. Все остановилось. И деградация начинается. Все дальше уже раздевание. Вид как все люди. Штаны бабы наденуты. И все. Как отец Дмитрий Смирнов говорит. А у нас бабы одни бабы. Вот так. А у нас только говорят. У вас что мы женщин нету. Есть женщины. Но они здесь не нужны. В другом месте. Мы работаем. Поэтому я тебе сказал. А ты сейчас запиши себе. В книжечку эту. За стол не сядешь пока не прочитаешь. И вечером три раза в днем. Просчитать надо. И перед молитвой всегда. Записная. А ты подошел и что у тебя. Где Володя то у меня. Володя подойди-ка сюда. Дай ему аппарат. Дайте. Не урони. Держи. Крепко держи. Иди сюда. Я тебе еще раз сказал. Вот это карман. Нет. Это масоны смеются над людьми. Глубина кармана какая. Вот она. Все. Вот он сбоку. Ну и разве это карман. И часы вот эти свои. Вытащи. Вытащи. Не клади. Они у тебя потеряны будут. Мы этот урок прошли уже. Чтобы не теряться. Ты сделай шею. Тряпочек я тебе дам. Нитки у Володи есть. Вот смотри. Вот этот вот костюм. Это я мордушке прислонялся так. Мне ехать. Вот и карман вот какой. Нормальный карман сверху. Я пришиваю точно такую еще дальше. Своими руками. Не жена это делает. Посмотри. Засуль туда руку. До конца. Ну. До локтя дойдет. Потерял хоть что-то. Ничто и ни разу. Все. У тебя два пальца. Сунулся. Вот оно стороне. Ну какой карман-то. Я тебе говорил уже. Да еще насоединяется. Ой-ой-ой. А следующий что. Вот это отрезать. Это муфта. Я говорю отрезать. Вот это вот. Вот так аккуратненько отрежь. Дальше. Карман вот этот. Который материя будет. Перешей сюда. Чтобы отсюда можно было толкать руку. Один, но карман. Если на два материала не хватит. Я дам материалу. Сделаешь ты это или нет? Не сделаешь. А зачем? Хи-хи-ха-ха. Прохумлялся жизнь свою. На разваленной жизни находишься, дорогой. Я тебе сказал ты сразу так. Прямо вещь вам сегодня. Так. Остерги аккуратненько. Полоска пусть. Или сделай так. Это зашить. У меня дети зашить. И вот такой карман сделай. Вот тебе доказательства. Пожалуйста. Вот в этом я был в Испании, в Мадриде, в Лиссабоне, в Париже, в Берлине. Все страны Европы прошел в этом. Но она не была грязная. Постерно поехала. Я надеваю. А там где встречаться, там я снимаю тогда костюм. Обыкновенная гимнастерка. Вот эти сапоги по всей Америке проехал. Людям это интересно. Они видят настоящий образ русского православного человека. Я тебе рассказывал. Стоим на аэродроме. Рядом стоит епископ. Он возвышается с жезлом. Огромный такой. Подходит. А можно сатографировать. Русский человек. А на него не глядят русское пузо. Я говорю. Пожалуйста. У меня сапоги. Рюкзак за спиной. Вот такие же сапоги. Все. Кто такие? А вы откуда будете? В Швеции. В Швеции. Я стою при входе. Там какое? Называется Десятина. Церковь раньше называлась. Софийский собор. В Киеве. Я просто вышел. И стою на паперке. А в это время мимо делегация идет. Японцы. Они шустрые такие. Подбежали с двух сторон меня под руки. А там чахают, чахают скорее. Я говорю. А что? Русь. Кореш. Русь. Кореш. Вот. Все. Он видит. Много интересуются. А рядом идут люди. Они никого не останавливают. Вот. Порушили торговый центр. А я только оттуда с крыши. Там пять долларов надо платить. Меня из Синода повезли показать. А там центр пять дашь. А там трубку посмотреть. Статуя свободы стоит рядом. Я только сошел. А там пальмы растут. В это время здоровый кап называют этот. Полицейский. Подошел. Фото. Встал рядом. А он во сколько выше меня. Россия. Россия. Пойдет. А Америка. Пойдет вниз. То ли он хотел показать. Внутренний свой настрой. Или уже. Не знаю. Понятно. Ты будь самим собой. Собой. Сверенным по Евангелию. По Библии. Вот тогда будет. Вот эти ролики я называю. Кто же мы. И церковь пропадет. Говорю сейчас. Целую серию открываю. Кто же мы узнать. Кто мы. Что нам дано. Сегодня вот я неправильно сделал. Я сразу записываю. Поэтому морковка осталась. Ну что-то у нее еще будет. Больше пяти минут ее нельзя держать. Сразу все. Ты меня слышал? Да. Сейчас же как только поедим. Сейчас уже некогда тебе. И запиши. В туалет ходить только утром. Только утром. Пошел. Ничего нет. Все. До следующего. Ничего не будет. Нигде не разрешат это. Ни в монастыре. Ни в армии. В поход пошли. А я в туалет пойду куда-то. Этого не будет. Утром одновременно все. Вывели. Я прошел этот жизненный путь. И скажу тебе. Ты не позволяй себе такую расслабленность. Где-то. Вот я ночью сегодня. Я не могу сказать. Но часа два только массажировка. Она полностью отнялась у меня. У меня же парализованы руки-то были. От перепада температуры. Вещера же колотила. Там минимум мозги все стрез в пальцах. И никак никак. Я подниму. Я не могу понять. В какую сторону мне массажировать надо. А вот здесь как надулось все. И все равно опять на ногах сегодня я уже все. К утру у меня вышло. В час. В два. В три. Это все массажировал. Рука отекла. И все равно я сделал что хотел. А тебе уже на боку лежащие там. Ну небольшие они там. Вот такой вот диаметр примерно где-то. Обрубить сучки. Макушку отрубай. Надо ножовку возьми. И делай быстро. И которые сучки вдоль ограды. Чтоб нигде ничего не было. Эти вытаскивай около дороги. Клади. Потом мы везем. Ты понял? Да. Повтори. Как делать? Обрубать сучки. Так. Поближе к самому стволу. Череньки относить к дороге. Так. А ветки в траншею положить? Нет. Не в траншею. Вдоль где там ограда видно. Между деревьями. Как ограду сделать? Между этими деревьями. Это они на ограде растут деревья. И туда так все проложить. Мы вчера сделали очень много. Ты увидишь там лес повалено сколько. В лесу повалено как. Вера и лесу повалено. Высоцкий поет. Вот так. Сейчас мы поедим только. И тебя сплавляют туда. А мы тут займемся. Сестрами. Что надо делать. Еще нет тебе сегодня? Нет. Вот представь себе. 65 допустим. У меня отрицательных отзывов. И 3 положительных. Еще из этого. Вывод можно сделать. Все. Заканчивай? Да. Заканчивай?